так ну что друзья всем привет меня зовут ирина третийкова и добро пожаловать на мой канал петельки радости да друзья свой видеоролик и начну как и все наверное блогеры сейчас из россии со слов со словами о том что к сожалению с youtube у нас происходит что-то непонятное и скорее всего в нашей стране уже больше не будет к сожалению очень жаль но мы надеемся мы надеемся что все регулируется youtube будет работать пока еще у меня он как бы работает но я не уверена смогу ли я загрузить ролик поэтому я собственно сегодня начала записывать видео несмотря на то что у меня есть незаконченный работ я бы немножко дождала бы еще пару дней закончила работу но я хочу вам рассказать где же меня искать случае чего да если все-таки получится так что не будет возможности загружать видео на youtube то я буду на дзен я уже на дзен я уже практически все ролики скопировала туда выложила теперь там те же самые ролики что и на youtube но почти все еще немножечко осталось все это обязательно доделаю вот и оставляю вам ссылку под описанием к этому видео моего канала дзен поэтому если вы хотите не потерять меня если вы хотите продолжать общаться со мной я очень хочу чтобы мы с вами продолжали общение потому что мне это безумно приятными это заряжает мне это стимулирует на какую-то дальнейшую работу и творчество вот поэтому переходите пожалуйста по описанию в ссылке описание ссылки посылки в описании к этому ролику я в предыдущих роликах оставила тоже ссылку на дзен просто потому что я не уверена что получится залить этот ролик на свою страничку не знаю буду очень очень надеяться также я остаюсь telegram и также остаются два чата это чат петельки радости и чат вижу воронежа тоже обязательно переходите присоединяйтесь в telegram telegram канал ирина третякова а я там обещаю буду чаще появляться и выкладывать какие-то свои текущие процессы работы но также обещаю постараюсь не загружать вас и не перегружать какой-то информации ненужные там или ну как вы захотите да вы пишите мне в комментариях чтобы вы хотели видеть на моих страничках может быть telegram я буду это тоже выкладывать может это дача больше захочется посмотреть на удачную жизнь имея ввиду я кстати в этом ролике немножечко удачи поснимала вот также обязательно переходите в чат и петельки радости в чат вижу воронеже вижу воронеже я надеюсь что все у нас как-то регулируется потому что ну я не буду касаться до этих моментов надеюсь что все будет хорошо и осенью мы все-таки организуем сами встречи в воронеже поэтому обязательно подписывайтесь на этот чат присоединяйтесь и мы как-нибудь там сами скооперируемся решил вместе где нам будет удобнее какую дату я думаю что к осени если все дай бог будет хорошо мы с вами обязательно встретимся именно на встрече в живую в воронеже вот надеюсь кому-то это будет интересно ну и собственно что мои процессы работы да у меня всего лишь одна готовая работа в этом видео блоге вот ну опять-таки повторюсь просто спешу его записать с надеждой выложить данной youtube и чтобы вы меня не потеряли а я вас потому что вы для меня тоже очень ценны вот такое сердечко вот в общем то друзья давайте сейчас перейдем к кусочкам которые наснимала потом вернемся как обычно день сегодняшний покажу что у меня на спицах что вижу крючком какие у меня покупки и одна готовая работа маленькая но все же ну что всем привет начинаю снимать новый влог вчера только вышел после видео сегодня уже новая пыль начинаю снимать не пойму почему не фокусируется короче тут я сидела сидела на террасе думала думала что мне повязать и как бы есть чтобы взять на что-то хочется нового и решила попробовать вот такую комбинацию то есть вместе вот такая пряжа это ярнар джинс а есть пехорка элитная полушерстяная то есть то что тут на даче нашла что не в городе и вот есть еще остаточки вот этого люрекса не помню уже как называется но я все рассказывал или подпишу дальше хочу попробовать повязать вот по типу таких квадратиков вот с использованием этих цветов и хочу какой-нибудь кардиган попробовать не хочу никакие спицы сейчас жарко хочу крючок вот не слишком мелко не слишком толстую ниточку такую не слишком плотно пухлую в общем подумаю по придумала тут картиночка у меня а сейчас кучу планшетик он заряжается кофеечек навела в новогоднюю кружку просто потому что все остальные засунула в посудомойку были гости вчера вот короче буду вязать туплю потуплю посижу повяжу так ну вот что у меня получилось и нет это не будет у меня кардиганом очень сложно расслабиться ниткой нет это пойдет у меня вот у меня есть вот здесь так небольшое включение и мой новый неожиданный проект вы смотрите какие красивые квадраты вообще так понравился узор я его нашла там просторах интернета схему я вам приложу я скидывал группу там много этих схем одна из них вот такая вижу из верно джинс 4 квадратик это предполагаю что из одного клубка 4 квадратика получится правда немножко здесь отмотала в середине был узел и какая-то расслойная пряжа вот а так вот такой красивый осенний проект не знаю что это будет может быть кардиган ну если не получится кардиган то может быть это плед предов много не бывает это тут сузилась на немножко ну ладно разберемся вот в общем то вот такая красота крючок три с половиной какой рекомендуется на пряжи в общем вижу посмотрим что будет что получится просто получилось что поехала на базу на базу за серой пряжей верно джинс номер 49 это мне оказалось сусе зря ехала я купила упаковку вот такой еще и голубой хотя вообще-то на маркетплейсе выходила дешевле но уж приехала купила хотела здесь сейчас и тем более завтра мы уезжаем в гости мне хотелось взять собой какой-то такой дорожный легкий проект вот в общем-то вижу смотрю фильм контуженный так называется сегодня пятница уже последний ну как крайний будний день отпуска понедельник уже на работу вот в отпуске особо повязать тоже не удалось потому что очень много ну вот сегодня вот обеда буду вязать такая еще сонная вчера вырубилась девять вечера правда я вырубилась и муж уснул тоже наелись и уснули зато выспались вот на улице нас сегодня так пасмурно ну хорошо прохладненько прям класс подсолнухи мои он сейчас стану здесь цветут вот здесь у нас такой участок видите вот оградили а здесь будет газон но пока не убрали оттуда клубнику поэтому здесь ничего не растет а самосадом выросли подсолнухи такие красивые надо будет сфоткаться у них обязательно и гортензия тоже красиво цветет но потом когда мы здесь все уберем клубнику берем и посадим газончик и здесь облагородим кустики тоже будете посимпатичнее но пока вот так тоже красивенько все цветет так и забыла вам показать вот тут рядом со мной лежит такая кайфушница мышанька а леску на улице не выпускаем потому что нам сильно пачкается на беленькая это черненькая она особо никуда с порога ты не уходит домашняя такая грузинская кошка покажи нос свой нос вот ну а я буду вязать вот кстати свойск она не то что наша а у друзей у их родители в родители друзей короче они выращиваются ли губику будем тоже себе сажать хорошо растет она в нашем климате только почву нужно делать вот такая красота буду вязать там не включила уже поливал это сорняки их надо полоть но я уже не могу хочется хоть денек в отпуске просто повязать наш милей летает пойдемте поближе поснимаю подсолнышки все такие разные это картинки я обожаю цинии они меня как-то возвращают в детство мне кажется потому что школа у нас всегда растет циния солнышки вот картинки в этом году я подморозила сильно конечно на следующий год здесь их столько уже не будет потому что будет газончик но все равно вот вдоль бассейна посажу они сами вырастают обычно идут и даже не садила когда-то 7 лет назад когда только появился у нас ну начали мы строить дом ожили беседки в этом летом ночевали на выходных я посадила пачку пацанухов декоративных из тех пор они сами всходят пацан шмелек сами всходят и растут этот был огород в прошлом году у меня заставили грядки сейчас я их принесли не мальчики муж мой и с другом саши перенесли их на ту сторону вот убрали а здесь будет чисто зону отдых газон здесь тоже мы все облагородим насыпем камушков постелем спонбонт в общем все равно под солнышком я немножко выделю место обязательно такие некрасивые вот так алиса просится гулять мы все равно не пускаем лисенок ох надо быть лисенок и Продолжение следует... 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 потому что жарко. Вот я еще, простите, как всегда, немножко уставшая. Пятница, вечер. В общем-то, все понятно. Вот такой красивый, какой-то горчичный, наверное, да, цвет. Осенний, нежный такой какой-то. Мне очень понравился. Я, как и говорила, купила его неожиданно. Я поехала докупать серый цвет. С ним вышел конфуз. Сейчас расскажу. Поехала покупать серый цвет. Цвет гернард джинс. Его там не было. Ну и чтобы не уезжать с пустыми руками, на базе я купила вот эти моточки. Еще голубого цвета купила, но они там на даче. Сейчас не покажу. Вот. И, собственно, начала вязать. Что это будет? Не знаю. Может быть, кардиган. Может быть, это будет джемпер. Вообще, я вяжу по квадратам, по количеству на кардиган. Но не уверена, что получится из них, из этих квадратиков хороший кардиган, потому что, наверное, они все-таки мягковаты, тонковаты. Вяжу крючком три с половиной. Схема квадратика, давайте я вам тут предоставлю. Она в бесплатном доступе. Я ее тогда в группу еще выкладывала. Очень просто вяжется. Мне кажется, прям если вдруг не повыше за кардиган и джемпер или жилетка, то будет, конечно, плед. Пледок много не бывает. Тем более, что у меня там, по-моему, тоже показала в кусочке там на даче на террасе такой коричневый цвет дерева. Кровать там такая деревянная стоит. И вот если связать такой плед, ну, конечно, слишком жирно будет. Там кровать 180 на 2. Это вязать его не перевязать. И сколько там мотков пряжи, тоже непонятно. В общем-то, с одного моточка пряжи ерна джинс получается пять квадратиков. И остается там буквально вот такой вот клубочек. Пять квадратиков, то есть в мотке у нас, в мотке, в упаковке 10 у нас получается моточков. То есть это сколько? 50 квадратов, да, получается. В общем-то, из одной упаковки. В общем-то, можно даже взвесить. У меня весы. Теперь, если я не помню, показывала вам или нет, я их как бы уже давно купила, но все время забываю. Вот, сейчас взвесим. Вот, взвесила. На весу не показывает. А 10 грамм. Ну, собственно, вот 50 грамм в моточке. Видимо, чуть больше 50 грамм в моточке идет. Потому что мне на 5 штучек хватает. Ну, может быть, какой-то 9, какой-то 10. И, собственно, получается так, что 50 грамм. Ну, все правильно. В общем, пять моточков. Вяжутся просто, легко, интересно. Ну, уже, если честно, тоже поднадоели, потому что я их связала уже, наверное, штук 30. Потому что здесь у меня лежат, еще вот, там сумочки лежат. В общем, вяжу. Дальше что? Ну, и, собственно, серый цвет Yernerd джинса, за который я поехала на базу. В общем, грустилась. Мне сиделось на даче. Там видели в кусочках. Не знала я, что повязать. Не хотелось мне вязать то, что у меня уже есть. Блин, это какой-то кошмар. Я развела процессов. И, в общем-то, все. Помолчу. Начала вязать вот такое полотно. Это столбики без накида и сердечки шишечками. Вот. И мне захотелось, думаю, ну, я же вязала кардиган спицами. А почему бы мне не ставить кардиган крючком? Тем более, что в крючке вяжется кардиган очень просто. Квадрат, два прямоугольника, тут два прямоугольника сшили. И как бы пряжа-то легкая. А полухлопок в спицах она тонковата, а в крючке прям самый раз для кардигана. Но. И как бы мне все нравится. Мне все нравится. Ну, мятенькая. Ну, мне нравится. И мне кажется, было бы прикольно такой кардиганчик связать. Но. Все бы хорошо. Я не учла одного. У меня этих моточков оставалось пять из упаковки. Потому что там косыночки вязала, игрушки вязала. В общем, как-то я их расфигачила в хвост и в гриву. Эти моточки не по делу, скажем так. то, что можно было бы оставить, а из остатков вязать, я взяла из упаковки. Осталось у меня их пять. И вот здесь это уже, по-моему, три моточка. Вот. И поехала докупать. И что бы вы думали? Докупать-то я не купила. Там их не было вообще этого цвета. Я заказала на маркетплейсе. Сказали, что их привезут на днях, но я ждать не стала. Я заказала на маркетплейсе, потому что потому все упаковочки Yernard Jeans сейчас вот на базе идут вот в такой упаковочке. Упаковочки в упаковочке. Моточки Yernard Jeans идут вот с такой этикеткой, да? У вас там зеркалит, наверное, но не суть. А раньше они были вот с такой этикеткой. И, честно сказать, толщина отличается. Вот кто бы что ни говорил, толщина отличается. Вот эти моточки, они более пухлые. Эти моточки более тонкие. Я вам сейчас покажу. Да, в итоге я заказала на маркетплейсе моточки нужного цвета. И на фото они были изображены именно вот с такой этикеткой. Я подумала, раз на базу придут в той новой этикеткой, они точно не подойдут. А вот с такой старой этикеткой мне бы подошли. Я заказала, но пришли, естественно, с новой этикеткой. С новой этикеткой. И, посмотрите, вот это новая ниточка, вот это старая ниточка. Они разные. Вот, ну, хоть что вы мне говорите, я вижу, что они разные. Вот вы мне напишите, если тоже сталкивались с этим бороться. И мало того, что они разные, очень сильно отличаются от цвета. Но очень сильно. И вот я думаю теперь, думаю, думаю. А в принципе на спинку мне хватит двух мотков, что у меня остались, но будет просто такой укороченный кардиган. А тогда передние полочки и рукава будут вот другого цвета. Но опять-таки я заказала пять мотков. Не знаю, почему пять. А там было по пять, что ли. Вот. Либо забить на эту идею с вязанием кардигана и связать наволочку на подушку. Она аккурат подходит на подушку 50 на 70. У меня много таких подушек. Ну, сами понимаете, я работаю в этой сфере и вдруг какие-то скидки или что-то я покупаю себе эту продукцию. У меня у нас много гостей приезжает на дачу, поэтому с подушками и одеялами у нас запас. Вот. И, в общем-то, у меня есть свободные парочку подушек, которые обычные, абсолютно обычные такие гостевые подушки 50 на 70, которые можно использовать в качестве таких подушек для декора. Я думаю, что, может быть, я... А для наволочки не так важно. Чуть будет отличаться спинка изнанка. Ну, вторая сторона наволочки или нет. И, может быть, просто я довяжу и вторую сторону я свяжу как бы без рисунка даже. А можно, может быть, и с сердечками тоже. И будет у меня такая наволочка на подушку, как декоративная подушка будет у меня выступать тоже, опять-таки. Они тоже всегда нужны и на кровати пригодятся. Ну, я молнию вошью, естественно. Если нужна будет подушка как функциональная, я просто сниму эту наволочку и надену наволочку. Ну, в общем-то, белье постельное. Ой, все, голова не варит. Это, короче, трэш. Ну, как всегда. Шаль. Девочки, шаль. Шаль у меня прям в процессе. Я думаю, что сегодня-завтра я ее закончу. Посмотрите, какая красивая получается шаль. Ну, видите, вот одну сторону не доделала, одну сторону квадратики сделала. Сами квадратики у меня уже готовы. Они вот сушатся на доске, вот на этой, да, которая выпрямляет. Квадратики, они готовы. Я их все довязала. И, в общем-то, будет, мне кажется, даже муж тоже оценил, сказал, как красиво. Ну, так, солнечно и ярко. Я потом, конечно, обязательно сфотографирую как-нибудь красиво, но пока она не готова. У меня тут еще куча кончиков всего на свете. Бахрому, я думаю, сделать такие кисточки разноцветные. В общем-то, я еще додумаю, как ее обыграть. Все вяжу из головы. Ну, это схема стандартная, как бы из нее можно и ромашки подсолнухи вязать. Здесь по принципу вязания косыночки я вяжу, а вот соединяю, придумываю уже из головы, что будет, то будет. Ну, мне кажется, что прикольно. Но, девчонки, если бы я не снимала видео о том, что я ее вяжу, эту шаль, и не показала бы вам, и вы бы мне не написали, что надо вязать, я бы уже бросила. Вот, честное слово. Я думала, что это такой быстрый проект. Вот, собственно, вот этот быстро связался там за два вечера. Но вот эти квадратики, пока я их навяжу, со сменой цвета, вот это все дело, потом их соединить, стирать, отпарить, соединить, кончики. В общем, все, кто вяжет бабушкины квадраты, я в очередной раз говорю, вы герой. Вот, поэтому, ну, как бы тут работа по вязанию немного, но вот эта мелкая всякая нудная, да, работа по прятанию кончиков, по обвязке, вот это все, все, все дело, оно вот как бы напрягает. Ну, меня лично напрягает. Но, ну, какова красота, да? Какова? Вообще. Я хотела ее не показывать, ну, как ему показывать? Думаю, доделаю, покажу. Ну, нет, покажу, потом доделаю, еще раз покажу. Я надеюсь, что я успею ее доделать и сфотографироваться в подсолнухах, пока они не отцвели окончательно. Вот, и потом тогда размериваемся, замерю, подробно расскажу. Если нужен будет такой экспресс-мастер-класс, описание экспресс, я это сделаю. Это вообще несложно. Как бы один квадратик показать, как вяжется, и принцип косыночки. Дальше уже играйте. Но я думаю, что это все есть. Но, опять-таки, если нужно, пишите. Моя единственная готовая будет. Это носочки. Носочки из пряжи Газал. Я подпишу состав, я не помню. Но это вот эти пасмочки, которые скручены. Это пряжи, которые я покупала в Краснодаре, в командировке. Вот. И я решила связать такие укороченные носочки. А здесь все стандартно. Особо тоже рассказывать нечего. Просто покажу вам, как они выглядят в реале. То есть, мы увидели пасмочку, а сейчас, как пряжа ложится в носочки. на 38-й размер спи связала. Это носочки мне, любимый, ненаглядный. Вот. Ну, если кто-то попросит, там, друзья, конечно, подарю. Вот так. Они, как бы, такие укороченные. Просто, вот, для ношения, для носки дома мне будет удобно в них гонять по даче, наверное. Ну, и в квартире тоже. Они, как бы, не сильно жаркие, но при этом тепленькие. Вот. Вот такие красивые носочки. Пятка подкова, ленточный высок. Все стандартно. Да, вязала их на пяти спицах гамма. Вот эти цветные спицы. Одинственное, наверное, я уже и говорила, что было неудобно вязать эту пряжу на этих спицах. Magic Loop'у было бы комфортнее, потому что немножко она все равно расслаивается при вязании. Так, конечно, она мягкая, эластичная. Вот. Но, Magic Loop'у было бы быстрее. Вот. И удобнее. Поэтому в следующий раз, если я буду вязать с этой пряжей, то только Magic Loop'у буду вязать. Да и вообще, все-таки я, да, в очередной раз прихожу к выводу, что на двух спицах мне комфортнее вязать носки, но в пяти спицах есть своя романтика. Дальше процессы, покупки, все вместе. Посмотрите на эту красоту. Как красиво смотрится. Я не удержалась и купила этот набор пряжи. Это Yernard Forza. Хотя, помните, наверное, в прошлый раз говорила, что я не в восторге от этих ниточек носочной пряжи. То есть, мне, например, Alize Artisan или Superbosh нравится больше по ощущениям. Это такая суховатая, колоковатая пряжа. Но цвета, девчонки, ну какие цвета. Ну это же вообще, ну это космос. Они вроде как осенние, но такие яркие, такие классные. Вот, поэтому я не удержалась и купила эту пряжу и уже начала вязать носки. И, кстати, на новых спицах тоже сейчас расскажу. Носочки вяжу косичками. Ну, уже такие вязала. Такой короткий мастер-класс по ним есть в чатах. И вижу в Воронеже и в чат Петельки Радости. И там, и там есть. Очень просто вяжутся и очень классно смотрятся на ноге. Потом довяжу, тогда сфотографирую и вам покажу. А то все как-то показываю на блокаторах. Вот, довяжу такие яркие. Мне хочется прям... Я когда их начала вязать, я вчера буквально их начала вязать, так я думаю, надо будет с шагью сфотографировать желтый цвет и тот желтый цвет. Но он ни разу не такой желтый. То есть, если вы тут такой желтый летний, да, такой яичный желток, скажем так, то этот прям такой осенний. Вот. Мне кажется, тоже прикольно будет. Спицы. Спицы, 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 значит. Это Книдпром Smart Stix. Вот такие спицы номер два. Я увидела у Саши с канала Визомания, что она сказала как-то, что носочки прям летят на них и это ее любимые спицы. И мне захотелось попробовать альтернативу Чиагу. Вот. Я как бы люблю Чиагу, да, для насочных. Ну, вообще Чиагу, в принципе, все любят. Я люблю тоже. Для насочков я тоже их очень люблю. Но мне захотелось, чтобы не такой острый балкончик. Мне очень нравятся еще единорожки. Вот. Но я заказала единорожки цифру номер два. И мне пришли гнутые спицы. Я от них отказалась, не стала их брать. У меня есть 2,25, но там 120 сантиметров леска. Леска мне там не нравится в плане того, что она длинная. Сама леска классная. Может быть, потом я закажу еще единорожки. Вот. Но пока вот я увидела у нее видео, увидела, видео опять, увидела в ролике и заказала эти спицы. Что хочу сказать? Они, во-первых, бюджетные, да? Они стоят в два раза там дешевле, чем те же Чиагули либо единороги. Нормальные вообще. Мне понравились. Единственное, что сначала меня смущало, у них вот здесь прям на кон... Где? Я фокусируюсь. Вот. Видите? Вот здесь прям здесь. Нумерация спиц такая рельефная. И как-то меня сначала прям показало, что это мешает при вязании. Ну, нет. И леска нормальная. То есть соотношение цены и качества нормальные. Вообще спицы абсолютно. Мне понравились. Я буду на них вязать. Вот. Поэтому, если что, рекомендую вообще прикольные спицы. На Marketplace тоже покупала. На Knit Pro Smart Stix. Вот такие спицы. Вообще очень комфортные, особенно для тех, кто любит не слишком острые кончики. но при этом и не тупые кончики. Сначала как-то они не сильно бегали петельки. Не сильно бежали по спице. А потом вот спустя там какой-то период провязала ритов 20 и все нормально стало. Леска 80 сантиметров мне комфортно. Хорошо. 80-100 сантиметров мне для носочков комфортно. Наверное, как и многим размер лески будет комфортно. У меня есть просто Чиагу 60 сантиметров. Помните, когда-то давно ошиблась и купила не то. Вот. Ну и тем не менее на них вяжу. Они у меня лежат на работе. Там носочек тоже один связан уже такой обычный. Тоже бежевого цвета. Там в обеденный перерыв когда есть время. Если они в командировке то повязываю. Вот. А это вот такая красивая корзинка. Я прям не могу, конечно. Прям вот настроение улучшается. Несмотря на все, что его может портить. Ну, не будь, мой красный. Вот. Вот такая красота. Вот такая у меня была покупочка. Потом у меня была еще одна удачная покупочка. Это вот такая сумка. Проектная сумка. И в то же время я не знаю она мега удобная. У меня есть такая большая прямоугольная. Я вам показывала уже давно. Я с ней езжу на дачу, с дачи, вожу там свои вязалочки туда-сюда. Но это мега удобная. То есть, смотрите, у нее здесь есть кармашки под спицы, там, крючки и так далее. Вот здесь, когда мы открываем кармашек, здесь вот очень удобно. Здесь можно иголочки все положить. плотный полиэтилен или как это назвать. в общем-то, вы поняли, да, вот он виден на видео. Такой кармашек можно положить. Здесь для крючков спиц в этом кармашке тоже все можно разместить. Она такая плотная, она влагостойкая. Здесь есть вот эти отверстия, чтобы, ну, кто вот любит ниточки вот отсюда, чтобы доставать. Мне кажется, классно будет в ней вязать проект какой-нибудь жаккардом, да, например, чтобы не путались нитки. Здесь тоже есть кармашки. Крема у меня. Я с ней ездила в Гучар и как бы в гости. Даже пинцет есть. Вот, удобная сумка. На маркетплейсе покупала. Стоила что-то она порядка 1400 на сумку. Потом я увидела, что была скидка на 1000 рублей. Я ее купила и очень ей мега довольна. Еще вот здесь два кармашка. Вот такая сумка. Здесь вполне помещается целый проект большой. Можно еще какие-то носочки положить. Я сюда и планшет еще стараюсь запихнуть, чтобы все у меня было в одном. И вот так собственно я играюч поехала на выходные. ну и когда я беру очень удобно. И вообще просто ее используют как корзинку проектную сумку при вязании вещи дома. Поставила положила все в одном у тебя лежит. Иголочки и ниточки и крючки и ножницы и так далее. Все и классно. В общем рекомендую. Не реклама ничего знаете что у меня пока рекомендации только чисто попробовала порекомендовала. В общем мне понравилось. Дальше что я купила две книги мой театр про Николая Цискоридзе и его автобиографию про театр. Я прочитала совсем немножко поэтому ничего пока сказать не могу но вполне интересно. Я просто очень люблю балет очень люблю самого Николая Цискоридзе и я решила какая-то молниеносная такая покупка была я его купила. Но это не вязальные покупки. А вязальные покупки из книг у меня вот какие есть. Теперь коллекция мотивов крючком но это тоже такая покупка знаете вот из ряда так нельзя делать. Я просто пошла в книжный магазин для покупки подарка для того чтобы приобрести подарок другому человеку. я приобрела конечно подарок но я не смогла пройти книжные магазины это как пряжный магазин туда заходишь и можно залипнуть на несколько часов хотя я там не могу себя отнести к людям которые очень любят читать но тем не менее все интересно рассматриваешь выбираешь в общем купила я вот такую книжку их там целая коллекция это коллекция мотивов крючком бабушкины квадраты по-новому рукотели от А до Я Сандра Н вот там как бы разные мотивы и схемы здесь всего 31 мотив и схема я посмотрела я разберусь с этими схемами они очень простые я купила думаю ну чем искать вот эти всякие в ютубе или еще где-то узоры у меня пускай будет книжка и я из нее буду себе что-нибудь подбирать и выбирать я уже попробовала пару мотивчиков но у меня здесь их нет все получилось вот а вторая книжка вообще вот такая красота я давно хотела 3D квадраты давайте где-нибудь что-нибудь покажу чтобы покрутнее вот вот такие 3D квадраты можно вязать я еще не пробовала я хочу попробовать не знаю что из этого будет может быть какие-то там знаете вкрапления в пледе то есть несколько квадратиков таких 3D а остальные другие потому что как я говорила у меня в планах взять такое чтобы быть до дома ну и в общем-то купила ну прикольно можем сами ее полистать если вам будет интересно ну не нарушая там да авторских прав смотрите какой чайник вообще класс в общем-то вот такое у меня приобретение еще подушка надеюсь там меня ничего не заблочит вот такая подушка в общем красиво мило детские какие-то пледы можно вязать какие-то шуточные там не знаю наволочки для подушек просто вот мне надо да ну вы знаете да у нас увязальщиц не знаю зачем но надо вот вот и мне собственно 3d квадрат из той эксклюзивных схем для вязания крючком кейти мур шарна мур селин семан 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 авторы ну я думаю что все видели эти книжки они как бы есть и на маркетплейсах и в книжном магазине вот на маркетплейсах кстати дешевле чем в книжном магазине ну вы знаете если надо то надо вот все наверное я рассказала все наверное я рассказала да поэтому буду закругляться постараюсь сделать ролик не слишком большим чтобы все-таки он загрузился в ютуб еще раз повторюсь что я теперь есть на яндекс дзен все ролики перезаливаются туда и будут дублироваться туда если ютуб будет продолжаться продолжать работать если не будет продолжать работать то ролики буду снимать уже туда ну и может быть когда-нибудь вернемся и сюда обратно даст Бог вот а так телеграм чаты телеграм канал дзен добро пожаловать жду вас буду безумно рада обязательно приходите обязательно пишите обратную связь мне очень приятно я там каждому лайку очень радуюсь ну и здесь конечно тоже очень радуюсь там просто они вообще единичной вот поэтому жду вас с нетерпением не хочется расставаться хочется продолжать общаться хочется организовать встреч в дальнейшем хочется на какие-то встречи тоже самой ездить и больше общения больше обратной связи мы друг от друга с вами заряжаемся вы сами это прекрасно знаете и надеюсь что мы не потеряемся я желаю всем мира добра любви чтобы все желания задуманные хорошие обязательно исполнялись чтобы был мир во всем мире чтобы мы все дружили чтобы все 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 у нас было хорошо чтобы все были здоровы я как всегда вас обняла вот все вам самого доброго до новых встреч надеюсь обязательно подписывайтесь давайте не будем потеряться вот всего самого хорошего всем пока пока